Как общаться с родителями, если они постоянно жалуются на жизнь, ругают правительство, высказывают море негативных мыслей? Я ведь не вправе их учить, абсолютно верно. Я ведь не вправе их учить, а когда я попросила прощения и благословения, они оба были сильно удивлены, и ни один меня не понял. Я рассказал про ТОР, и теперь оба резко негативно относятся к тому, что я прохожу это обучение. Я в замешательстве. Очень важный, многоплановый вопрос. Сейчас мы рассмотрим каждый из этих планов. Действительно важнейший вопрос. Родители. Как общаться с родителями, если они постоянно жалуются на жизнь, ругают правительство, высказывают море негативных мыслей? Давайте поймем, что ваши родители по отношению к вам выполнили самую главную функцию. Они дали вам жизнь. Это было одно из их предназначений. И ваша благодарность за то, что они вам подарили дар жизни, должна быть безмерной и безграничной. Не надо путать одно с другим. Как бы родители себя не вели, что бы они ни делали, у меня есть глубокая и вечная благодарность за то, что я сейчас могу находиться в этом физическом теле и проходить этот жизненный опыт. Это первая часть. Второе. Родители постоянно создают токсичный фон, ругают правительство, проявляют другие негативные эмоции. Почему они это делают? Таковы их программы, такова их глубокая нейронная связь. И они тоже находятся в процессе развития. Но как к этому относиться? Так же, как вы относитесь к ребенку, который еще чего-то не освоил и который что-то постигает. Так же, как вы относитесь к людям, которые сейчас проживают какой-то вид возможного заболевания, которые поражены каким-то вирусом. Что здесь можно делать? Я хочу напомнить вам прием, который нам рекомендовал Франк и Гёте. Начните относиться к родителям так, как будто они уже стали своей лучшей версией. И помните, что отношение это не то, как относятся к нам. Отношение это то, как относимся мы, сохраняя свободу выбора в этом отношении для каждого человека. Вы можете относиться ко мне как угодно. Если я отношусь к вам с огромным уважением и благодарностью, я всегда буду находиться в состоянии эмоционального здоровья и высокого тонуса. Поэтому эти ситуации, которые вам даются для проработки вместе со своими родителями, касаются не только родителей, но и вас. Эти ситуации учат вас быть мудрыми и принимать близких для вас людей такими, какие они есть и влиять на них за счет представления в их самой лучшей версии. И удивительно, парадокс, люди начинают меняться постепенно. Это не происходит за один день, это не происходит возможно за один месяц, но это начинает происходить уже через несколько месяцев, а может быть уже потом через год и чуть больше. Но это обязательно начинает происходить, как только вы не поддерживаете хейтеров, потому что сейчас в вашей оценке существует определенное, определенное, я хочу сказать, конечно не 100%, но определенное осуждение. Вы считаете, что так не должно быть, но если вы считаете, что так не должно быть, вы начинаете сопротивляться ходу всей вселенной. То, что происходит в настоящий момент времени, является необходимым. Ваши родители, дав вам жизнь, должны сейчас делать то, что они делают. А вот у вас есть выбор, потому что выбор при переходе из мира 3D в мир 7D заключается в осознанной реакции на происходящее. Что бы делал я в этом случае? Я бы каждый день благодарил свою маму и свою папу в данном случае. Ну я это делаю и так каждый день по отношению к моим родителям. И я бы представлял их максимально здоровыми, чистыми, светлыми, заменившими претензию на благодарность. Но если я сейчас услышал бы в своем присутствии еще один негатив, тот негатив, который они выражают, Я просто бы молча опустил глаза и сказал, да, я понимаю, почему вы так читаете. Я понимаю, я могу вам посочувствовать. Я искренне люблю вас, потому что вы мои родители. И я буду любить вас всегда, потому что вы мои родители. И тем самым уходил бы от вовлечения в это негативное пространство, в этот негативный процесс. Учить вы их, здесь вопрос есть, ни в коем мере не можете. Вы не имеете права сказать, мама, так делать нельзя. Папа, я считаю, ты не прав. Ни в коем случае. Об этом говорят древние знания. Вы не можете учить старших. Вы можете просто смиренно принимать, посылать им свою любовь, благодарность и представлять их в их наилучшей версии. Когда я попросил прощения и благословения, оба были сильно удивлены. Еще бы. Потому что в их системе координат это не принято делать. Это не принято делать. И это уже у них могло вызвать беспокойство. То есть как? Вы ведете себя не как все. Это признак заболевания. Ведь у нас все сегодня ругают правительство. Ну все, я говорю в кавычках, конечно. Большинство людей. У нас большинство людей ругают близких. Сваливают вину на другого. Ну таковы правила жизни в третьей мере. И вдруг вы становитесь белой вороной. Что-то случилось. Явно что-то случилось. Это неправильно. Вас нужно спасать. Внутри старых нейронных связей возникает сигнал, который говорит. С моим ребенком что-то произошло. Я должен его вернуть к прежним программам. Конечно, ни один из родителей вас не понял. А когда вы еще рассказали причину, по какой вы стали так мыслить. А этой причиной, оказывается, является ТОР, то что нужно делать? Спасать вас от территории осознанного развития. Как можно быстрее. Потому что, естественно, что территория осознанного развития – это особая территория некого сектанства. Потому что там мыслить не так, как мыслят все. А это опасно. Опасности нужно избегать. И в этот момент включаются определенные нейромедиаторы в коре головного мозга, которые выдают сигнал об опасности. Биохимический процесс запущен. Когда человек сталкивается от его собственного мнения, у него внутри, на уровне биохимических реакций, возникает состояние защиты. Он попадает в стресс. Нужно убегать, нужно спасаться, нужно защищать. Пока элементарная реакция. Но если вы двигаетесь к осознанности, к расширению сознания, вам не стоит говорить об этих занятиях, не стоит говорить о торсистам. Вам просто стоит совершенно спокойно принять их и сказать, как же я вас понимаю, дорогие мои родители, я люблю вас и продолжаю любить. Вот тогда в их системе координат все спокойно и безопасно. Но что интересно, по мере развития вашей осознанности, по мере повышения вашей вибрации, вы неизбежно начинаете влиять и на их сознание. Это происходит независимо от их воли. Вспомните, как работают зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны отражают то, что видят перед собой. Чем больше они будут видеть вас благочестивы, спокойны, умиротворены, тем в большей степени будут отрабатывать их зеркальные нейроны, а мы все с вами представляем одну единую нейронную цепь, просто уже в качестве человечества. И они начинают изменяться. Я множество раз это наблюдал. Это наблюдал не только я, это наблюдали ученые в самых разных странах мира. И я хочу напомнить вам еще один из уроков Мэри Шелдон и о том эксперименте, который провели люди, практикующие трансагентальную медитацию, которую предложил миру Махариши. Есть два великих учителя. Одного зовут Рамана Махарши, другого Махариши. Это разные имена. Вот Махариши, основатель трансагентальной медитации, которую практиковали в свое время и Битлз, и которая тоже показала очень интересные результаты. Хочу напомнить, что когда люди с высоким уровнем осознанности, со стабильным состоянием спокойствия появлялись в каких-то местах, в городах, в регионах, то в этих регионах падал процент преступности. В этих регионах поднимались процессы, которые способствовали развитию, позитивному развитию целого региона. Поэтому речь идет о более локальном пространстве, пространстве вашей семьи. И помните, ваши изменения обязательно повлекут изменения родителей. Древние духовные знания, в частности, говорят, в семье проповедовать нельзя. В семье проповедовать нельзя. Только свой собственный пример, только своя собственная глубинная трансформация будет изменять состояние тех людей, которые находятся с вами в одном информационном поле. Далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok